приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы отвечаю на вопросы новичков как определить когда копать картофель и просто на примере нашего огорода наших грядок рассмотрим этот вопрос в первую очередь смотрим на то как выглядит картофель вот у нас еще есть часть зеленых картофелин ботва зеленая часть уже подсыхает как делать расчет делается расчет когда вы высаживаете картофель вы высаживаете и смотрите срок созревания то есть период вегетации с момента всхода и до момента созревания если это ранний то там 60 дней написано если средний ранний вот у нас весь средний ранний и есть рядочек раннего ранний у нас 60 65 дней там написано было и вот этот идет 80 дней и естественно к 80 дням еще когда созревает нужно недельку-две давать и тем более что в этом году у нас ситуация будет с погодой в сентябре неожиданная поэтому нужно будет копать картофель где-то вторая половина августа вот к тому времени сейчас идет жара подсохнет полностью ботва это вот что касается сортов то есть если вы знаете какой сорт а нужно знать какие сорта высаживаем вы можете определить даже примерно какое время в пределах там плюс минус две недели чтобы знать что и как получится у вас собиранием урожая ну по сортам мы с вами разобрались далее как можно еще определить созревание урожая выбираем благоприятный период определить хорошие дни благоприятные дни для сбора урожая картофеля заходите на наш канал вот этот наш канал далее ищите вот рубрика вот она плейлист и вот ищите плейлист на август месяц на июль можно посмотреть и на август месяц и здесь прямо этот календарь начинается вот плейлист с календаря для уборки картофеля в августе выбираете все эти лучшие дни и определяете для себя когда вы можете когда вам удобно и знать будете точно какое хорошее время для того чтобы собрать в нужное хорошее время картофель затем его подготовить и заложить на хранение вот так просто работает наш вот так и еще можно посмотреть и июль месяц вот здесь здесь у нас все агрогороскопы сбора урожая чеснока лука заготовок смотрите как легко вот я вам показываю с правой стороны можно все это найти когда что делать вот уборка у нас это сбора урожая он одинаковый что и для картофеля и для лука вот все наши агрогороскопы очень легко это все найти и узнать будем выкапывать картошку проверять какая она в каком состоянии находится давай давай посмотрим вот этот куст вот этот 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 куст выкапывать посмотрим что там у нас просто зрители наши спрашивают как узнать вот мы сейчас посмотрим конкретно кустик если знать зеленая еще не подходит но посмотрим что там внутри надо знать это очень важно выкопать посмотреть рассмотреть вот сбоку так ложи 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 все выкопал а теперь на ты снимай а я буду картошку с той стороны я достаточно нам нужно посмотреть картофель потому что спрашивает как же все таки определить вот смотрите еще зеленые у нас стебли не все созрели выросли но они уже не вырастут скажу вам честно мы уже и не поливаем и дождей нету достаточно вот что берем берем картофель смотрите он еще молодой видите если потереть то вот снимается кожица этот картофель нельзя ни в коем случае еще копать потому что если молодая кожица не выстоялась не дозаривается нормально в земле еще в таком состоянии то этот картофель лежать не будет он начнет гнить поэтому вот если он и ботва смотрите еще зеленая я знаю что северяне просто берут скашивают ботву и еще выдерживают две недели для того чтобы это растение уже до стоялось чтобы все питательные вещества вернулись картофель и должна вот эта картошечка должна не быть вот это и легко ведь и это молоденькая ее нельзя в таком виде копать обязательно срезали если у вас зеленый и еще недели две пусть полежит даже если сильно жарко все равно даже жара здесь она будет лучше храниться в земле дозариваться чем где-то в жарком помещении потому что но если есть погреб но снова же сразу же погреб не занесете видите есть вот это молли как я закрывала все равно немножко есть но это будет в первую очередь так давай сейчас пойдем посмотрим еще кустики так вот этот сухие уже сухая ботва вот давай здесь здесь сухая ботва попробуем посмотрим да надо проверить обязательно вот таким простым способом просто пройтись по огороду и выбрать несколько кустов и посмотреть что там такое у нас выросло все все больше не надо мне нужно именно сам картофель посмотреть что у них что там и как этот картофель готов ли он так сейчас мы посмотрим не мы полностью не выкапываем просто выкопали то что высохло вот мы должны видеть и знать вот так вот так это сухой а смотрите видите он не стирается но все равно еще надо чуть-чуть все равно нужно еще чтобы картофель вылежался поэтому мы где-то середина августа будем выбирать именно благоприятные дни кстати у нас есть на канале уже благоприятные периоды есть календарь агрогорскоп для того чтобы копать в августе месяце картошку можно выбрать себе лучший период когда есть возможность и естественно теперь еще очень одно важное условие для того чтобы выкапывать картофель это условие погоды ни в коем случае в дождливую погоду не собираем это правило очень важное выбираем подбираем дни когда а в августе еще дни сухие еще можно спокойненько в это время работать и без дождя без воды без болота потому что если будет болото то конечно же в болоте и выбираешь и хранится будет плохо вот смотрите еще раз да смотрите блотва у нас пустая вот она уже сухая и на ней ничего нету картофель весь получил из ботвы нужные питательные вещества все что было нужно и картофель вот он созрел картофель разный и поэтому еще раз хочу показать вот как можно просто выкопали еще нужно чтобы полежал пару недель ничего что еще раз говорю ничего что очень сильно жарко если он не вылежется вы собрали молодой картофель несозревший есть с кожурой которая снимается результат будет не всегда хороший и естественно после копки нужно его еще на дозаривание оставить но сегодня важная задача определить когда будем картофель копать выберем сухой день выберем благоприятный день для того чтобы выкопать картофель ни в коем случае напоминаю нельзя копать картофель когда время луны растущей или убывающей луны находится в знаке воды и девы проверено много лет ни в коем случае в это время в дни рыбы скорпиона рака и девы не копаем картофель иначе мы можем этот картофель весь испортить причем массово он портится он не лежит очень плохо сохраняется поэтому вот такая важная задача у нас сейчас определить мы посмотрели что нашему картофелю еще надо время еще некоторые кустики зеленые они дойдут мы знаем какие сорта у нас срок вегетации и теперь просто спокойно уже можем дожидаться готовить погреб погреб но сразу же погреб не несите когда копаете картофель нужно обязательно на дозаривание в сухое помещение и тогда после дозаривания через неделю там тоже в сухие дни мы обязательно просматриваем и моем картофель марганцовки это обязательное условие для того чтобы спокойно занести картофель без вредителей и без болезней и отбраковываем что первое питание первую очередь на питание а остальной картофель идет на хранение ну и будем просматривать еще картофельные которые нам дали семена мы тоже семена будем собирать и семенные коробочки собирать и естественно сами семена я сейчас чуть-чуть отвлеклась хочу показать вот семенные коробочки картофеля вот прекрасные кустики я уже их могу забрать тоже кусты засохли здесь у нас семена здесь будущий урожай ближайших через два года вот здесь заложен в этих маленьких коробочках вот этих маленьких семенных коробочках картофеля их тоже до последнего дожидаемся когда они созреют когда ботва уже сухая собираем ну и оставляем на хранение ну что ж и мы так детально рассказали показали вам как копать картошку как определить когда копать картошку я думаю мы уже ответили на все ваши вопросы мы прощаемся с вами до следующих встреч на нашем канале с вами были раиса горяченко и александр воли всего доброго